Я хочу вам сказать, что мы проводим такой уникальный семинар И в этом году проводим Карповую школу Кубанского Карпового клуба в другом формате, чем проводили последние 5 лет У нас сегодня счастливая возможность пообщаться и послушать Сергея Попова, очень известного рыболова, как публичного человека Это почему мы проводим в рамках Кубанского Карпового клуба, потому что та ловля, фидерная ловля, о которой Сергей будет нам рассказывать Она допускает или предусматривает возможность ловить рыбу и отпускать, соблюдать наш неизменный принцип поймал-отпусти И ловля сама по себе очень интересная, потому как использует в своем арсенале очень много карповых элементов для карпфишинга У нас сегодня первый семинар, всего у нас в марте 3 семинара Первый семинар Сергея Попова полностью по флетфидеру Второй семинар общий по карповой тематике Пройдет через неделю здесь же в 12 часов И еще через неделю, 28 числа, у нас пройдет семинар с представителем московского карпфишинга Скорее всего будет Арсений Демин, а может быть еще вместе с Евгением Хлыниным Это мы уже посмотрим по ситуации Сергея, я думаю, вам представлять не нужно Он сам представится Давайте дадим ему слово Друзья, я вас приветствую Меня зовут Сергей Попов, для тех, кто может быть не в курсе Я арт-директор и бренд-менеджер компании Миссу Игро Производящий торговую марку Земес Занимаюсь разработкой спортивных современных удилищ И также рыболовным спортом Непосредственно фидерной дисциплиной Немножечко участвовал в карповой дисциплине тоже Так что в свободное от фидера время увлекаюсь карповой рыбалкой Пожалуй, с этого и начнем Сегодня я хочу вам рассказать о специфической фидерной рыбалке Это некая разновидность, очень популярная, например, в Британии Это ловля на метод, а точнее на флет метод Флет в переводе с английского плоский То есть плоская методная кормушка Грубо говоря, вот она Это флет Знаменитый, очень такая запоминающаяся форма у него Производят их самые разные производители Престан, Гуру, Горболина, Мап, Дренан, Испи Ну, вот очень много Плюс отечественные производители делают их замужки Основной принцип такой, что у кормушки Низ свинтовый Ну, или металлический И она всегда после приводнения Ложится на дно Одной своей стороной Сверху находится корм И на корме находится Насадочная частическая Насадочный материал Будь то поп-ап Будь то бойл Будь то кукуруза насадочная То есть тут уже Фантазии нет предела Вот, грубо говоря, флет От классической фидерной рыбалки Отличается Этот способ ловли тем, что Он позволяет ловить бонусного карпа И это Бережный по отношению к рыбе Способ ловли В чем смысл? Классический фидер С длинными поводков 40-50 см И монтажом Не волосяным А обычным крючком На который надевается насадка Для карпа Естественно опасен Почему? Потому что даже рыба Размером там 3-4 кг Всасывая эту насадку в рот Она им залетает Практически в жабру Может залететь Еще глубже То есть Ни один уважающий свою рыбу Хозяин водоема рачительный Который держит действительно Классный коммерческий водоем С классными карпами Ну не пустит Классических фидеристов На такой водоем Потому что Очень высокая Травноопасность рыбы Фледжей Работает С классическим поводком Карпом Просто коротким Полосяным Вот Такой же точно Поводочек Просто Меньший крючок Короче его длина Изящный поводочный материал И для карпа Является безопасным Потому что Сечет его Аккуратненько Там за край губы То есть Практически в наружной части Воротового аппарата Это как бы такая Важная вводная часть Почему именно Флетфидер Потому что он Очень близко Пересекается с карповой рыбалкой Ну и плюс Естественно Стратегия подачи корма Там И тому подобное Тоже очень близкая С карповой рыбалкой Это вводная Теперь Я бы хотел бы Начать с Такого вот Важного момента Как Поисковая ловля В чем смысл Флетфидер Позволяет Ловля на флет Позволяет Например Вот ранней весной Мы были Дальше Сколько Неделю назад 4 градуса вода Ловить карпа И поздней осенью То есть по очень холодной воде Потому что Это мобильный способ Перезабросы Осуществляются Раз в 20 минут Можно Не закапливая точку Поисковой манере Отработать Практически Всю акваторию Далеко Близко Вдоль камышика Под коряжечку Под тот берег И все это Буквально в течении Двух часов В карповой рыбалке В большинстве Своих Случаев Предполагает Конечно же Создание Слова Прикормочной Точки И доминация На этой точке Рыбалон То есть Грубо говоря Рыбалок диктует Карпу Условия Что я кормлю Вот этим здесь Маленькие рыбки Вы плаваете здесь Большие плаваете вокруг Вас я буду ловить там Вы не клюйте А эти вообще Не приплывайте сюда А вот эта большая Иди сюда То есть Как бы Флет Немножко такой Поисковый способ ловли Можно Очень быстро И мобильно Определить положение рыбы Значит Так как это Фидерная рыбалка Она осуществляется Посредством Фидерных удилищ Ну классическое Фидерное удилище С кивертипом И инициализация Парклевки Происходит По загибу Кивертипа На фидер Трудно назвать Поклевку Например Того же Карпа Или Амура Поклевка Это откровенный Загиб Потому что Происходит Самососедчик И рыба Паровозит И удилище Очень красиво Феерично Вот так вот Сгибается А на уважении Если рыба Попадается Более чем 10 кг весом Приятно Мелодично Похрустывает Лак на кольцах И вообще Вот этот Адреналин Потому что Понимаешь Что удочка Очень изящная Монтаж Изящный А там Рыба Которая Дает Копоте И удовольствие Потрясающе Можно получить От уважения Рыб даже 4-5 кг весом Те которые Обычно На карповой палке Особенно 3,90 3,5 Илб Или на кингсподовых Всплывают На 30 метрах От берега То есть Рыбалка Адреналиновая Получается Значит Начну Про удилища Имеет смысл Использовать Удилища Классического Английского Строя То есть Параболические Имеющие Вяжущие Свойства И Иногда Как раз Приходится Обращаться К удилищам Быстрого Строя Для чего Нужны Первые Для чего Нужны Вторые Ловля Ведется На разных Рубежах Бывает Что Приходится Ловить На дистанции 120 метров Для многих Карпятников Удивительно Как это Фидером Ловить на 120 метров На самом деле Можно очень далеко Ловить фидером И самое главное Можно ловить фидером Далеко Сверхлегкими весами Можно заслать На 120 метров 45 граммовую Кормушку И она там Летит И ложится И в таких случаях Хорошо Подходит Удилище 4,20 Причем Что самое главное Представьте себе Ситуацию Когда у вас И листый Водоем Глубины Вот так Иила По пояс И вы делаете Монтаж Например Классический Карповый С Грузом Который Нужно Забросить На 120 метров Там 115 грамм Например У вас Висит Или 120 грамм И на этом На этом разгоне Весь этот монтаж Влипает Выл Заходит Туда Очень глубоко 45 граммовая А даже 28 граммовая Кормушка Имеющая Свою форму Она Выл Вязнет Минимальным Образом Вы можете Практически Положить Сверху Получить Хорошие Рыболовные Сессии За счет Вот этих Маленьких Нюансов Различающих Карповую И флетфидерную Рыбалку Так вот Удочки 4,20 Удочки Для дальних Рубежей Позволяют Работать То есть Как правило Это хевики И они На них пишут Что тест Этих удочек Там 180 грамм 120 грамм Но на самом деле Нам Во флетфидерной Рыбалке Имеет смысл Оперировать Кормушками 45-60 грамм Этого веса Грузить удочку И при этом Ввиду того Что у нее Хорошая аэродинамика Она получает Очень хорошую Такую Стартовый Стартовый Разгон Мощный То есть Вдалеко летит Поэтому Есть и тяжелее Там 80 грамм Но на 80 грамм При силовом забросе Уже удочка Будет складываться Даже быстрого строя Несмотря на то Что не указан Тест большой Вот получается Как бы Больший эффект Забросывания Не парашют Не Сильно Сопротивляющийся Воздуху Кормушки А получается Эффект Заброса Как джиховой Приманки Спиннинговой Компактная Приманка Она поэтому Летит Очень далеко Плюс Форма Позволяет Делать ее Обтекаемой И хорошо Очень Такой Гладенькой И равномерно Распределенный Корм То есть Сбалансированной В полете Приманка Ладно Отлегся Короче 4-20 Удочки Дальнобойные 3-90 Универсального Роста Удилища Подходят Для любых Условий Ловля до 100 метров Ловля близко Оперирование Крупной рыбой Тоже Может быть Наиболее часто Используемые Удочки И Более короткие Модели 3-60 3-30 Это удочки Которые Не подходят Для ловли В стиле Ф-1 То есть Классическая Английская рыбалка С небольшими Мелкими водоемами И с ловлей Чуть ли не со своего берега Вдоль берега Под нависающими Деревьями Ну и на компактных Красивых водоемах Если говорить О наших условиях Например О условиях Юги России Или там Восточной Украины То практически Таких водоемов нет У нас достаточно Агрессивные водоемы С хорошими дистанциями И там Как правило Используются хэвики Но я про Ф-1 Про легкие модели Удилищ Тоже Впоследствии расскажу Там есть свои нюансы Значит Оснащаются Удилища Фидерные Катушками Или малыми катушками Карпового размера Карповыми малыми катушками Или же Мощными катушками Фидерного класса Или же Легкими катушками Океанического класса Как правило Это катушки 4-6 Тысячного размера По дайве Очень многие Фидеристы Используют Малые карповые катушки Там Шиванки разные Я предпочитаю Использовать Малые катушки Морского класса Они компактные достаточно и при этом имеют большой запас мощности. Поэтому в отпросе подбора катушек имеет всегда смысл смотреть на то, как она взаимодействует с удилищем. Не смотреть на баланс. Очень многие занимаются этими вещами, вешают на палец, пытаются вот так красиво. Это все не имеет значения вообще в фидере, потому что там висит флет, вы закидываете ее назад, но все равно баланс отцеплюсти невозможно. Важно, чтобы катушка выполняла свою роль во время заброса, правильно отдавала резку и работала хорошо на уваживании. Я лично пользуюсь 4,5-4 размера, но можно чуть больше. Что намотать на катушку? Вопрос достаточно интересный и многогранный относительно различных стратегических моделей ловли. Например, хорошая погода, дистанция ловли 110 метров, 100 метров, давайте оперировать, 100 метров дистанция ловли. Ветер не мешает мне, я могу вполне работать с веской, ну почему бы и нет, классные, идеальные условия. Но бывает другая ситуация. 100 метров, в водойме много ила, и сильный боковой ветер, и резонно будет использовать шнур, он выдувает меньшую петлю. Почему? Потому что после того, как кормушка приводницы упадет в ил, мне нужно за буквально 2-3 секунды ее еще извлечь немножко наверх, чтобы получить поклевку быстрее. Есть водоймы, в которых рыба можно не доставать, там он упирается, выл там глубоко залетает, кормушка достаточно, и рыба ее находит. Но очень часто приходится ее быстренько, аккуратненько поднять. Пока я буду выбирать огромную петлю, которая выдулась ветром, плюс растяжение лески на этой дистанции, у меня уже корм начнет работать в кормушке, развалится кормушка, а и нарушится принцип вообще флет-рыбалки. Поэтому в таких случаях лучше использовать шнур. И вот таких вот моментов, деталей очень много. Что я рекомендую? Я рекомендую иметь с собой на рыбалке минимум две удочки. Одна с леской, другая со шнуром. Спросите вы, как обстоит дело с вяжущими свойствами удилища. Почему? Потому что действительно, не секрет, на шнуре очень жесткий контакт с рыбой идет. Для этого необходимо брать удочки прогрессивного или мягкого строя. Параболического. Удочка прогрессивного или параболического строя имеет хорошие вяжущие свойства. И даже при использовании шнура великолепно отрабатывают на рыбу. Нет вот этих таких жестких ударов. То есть, не получается такого, что вы вваживаете рыбу, смотрите, она там или там, или она сходит, или после того, как вы ее извлекаете из нее крючок, вы понимаете, что этим крючком губу разорвало в такой степени, что рыба получила травму, которая, возможно, оставит ее на оставшейся там, жить изуродованной. Чего, конечно, мы не можем допускать, потому что забота о рыбе для современного рыболова является первостепенной задачей. Посему катушка со шнуром и с шок-лидером из шнура. Раз. Катушка со шнуром и с шок-лидером из лески. Вариант два. Катушка с леской без шок-лидера и катушка с леской с шок-лидером из шнура. Вот четыре, скажем так, основных вида намотки. Каждая подходит под какие-то конкретные условия. Например, говоря вот конкретно об этом. Вот я специально все эти четыре разложил, этих четыре варианта, и сейчас на них остановлюсь. Это важно. Почему? Потому что все мы хотим получать хорошую реализацию поклевок и после поклевки доставлять рыбу на мат, а не бесноваться от того, что там, сошла рыба, оборвалась, не добросил. Ну, рыбалка должна доставлять удовольствие. Итак, удилище более быстрого строя. Основное шнур, но на нем намотан длинный лесяной шок-лидер. Шок-лидер где-то в три длины удилища. По большому счету, 0,28 шок-лидер, основной шнур 10 ЛБ. Такая оснастка позволяет оперировать дальними забросами ветер в непомфортных условиях, но при этом амортизирующий шнур, амортизирующий лесяной шок-лидер позволяет и забрасывать монтаж, он удерживается, не отстреливается во время заброса, и при этом работает как амортизирующая же часть, потому что достаточно большой кусок лески, который позволяет рыбу держать. Плюс самое главное, под берегом, когда, например, те же самые амуры начинают давать копоти, на коротке, уже остается только вот он у меня от катушки до монтажа, и хорошо амортизирует. Почему не стоит вязать короткий шок-лидер? Потому что очень часто как раз рыба начинает, особенно вот амуры, на коротке начинают исполнять, и бывает часто, может вы замечали, особенно в карповых сессиях, когда понимаешь, что вот шок-лидер, и отрезок более тонкой лески от катушки до узла очень короткий, буквально до первого кольцового стока. Происходит резкий рывок и обрывается шок-лидер, потому что амортизирующие свойства минимизируются, то есть меньше растяжимой части. Поэтому длинный шок-лидер я всегда предпочитаю вязать. Такая оснастка хорошо работает, с удилищей более быстрого строя, то есть лесяной шок-лидер выступает как амортизатор. Есть вариант тоже длинного удилища 4.20, но совсем иной концепции. Это удилище имеет более прогрессивный строй, прогрессивно-паравалический. Оно имеет классные вяжущие свойства, то, о чем я говорил раньше. То есть здесь намотано основной шнур 10 УБ и шок-лидер навязан. Всегда стоит исходить из того, при выборе какие у вас кольстных вертикли. Почему? Потому что морковка шок-лидера должна пролетать нормально, без грохота, не выбивая сиг-материал и не мешая забросу. Поэтому здесь у меня 20 УБ шок-лидер. Максимальный шок-лидер, который я вяжу на фидерных рыбалках 30 УБ, этого достаточно полно. Если использовать при забросе напалечник, то можно весьма корректно работать. Это жесткий контакт. шнур шнур. Поэтому вся мармортизация будет приходиться исключительно на вяжущие свойства бланк. Очень эффективный способ в условиях, когда ветер, когда нужно далеко бросить, когда очень мелкие водоемы. То есть ИЛ. Этот монтаж, точнее, этот тип основной лески работает весьма эффективно. Также есть комбинация, наверное, может быть, наиболее часто использующаяся. Леска 0,22-0,23 основная слабая растяжимость. Ну, там возьмем Шимано-Технику, Технику или Тубертини-Горилла. Такая хорошая, классная леска. И в две длины удилища или в три длины удилища шнуровой шоп-лидер. Наиболее часто используется. Шоп-лидер из шнура позволяет хорошо контролируемый делать заброс точный, леска на дальнем выбросе хорошо амортизирует. Даже, скажу больше, такая тонкая леска на дальнейке с учетом вяжущей свойств удилища даже иногда можно ловить под клипс. То есть рыба-то паровозит, ну, сколько он там, 5-10 метров прямо на этой резинке удочкой достаточно мягкая. Держишь, держишь, держишь. Тоже рекомендуется такая оснастка используется с удилищами более быстрого строя. С удилищами более мягкого строя можно работать со шнуровой. И более легкие удочки вообще, скажем так, тот самый F1 12-футовик. 12-футовая удочка. Строй мягко-параболический. Одна леска вообще без шок-лидера. Изящная рыбалка 20-30-40-50-60 даже метров великолепно все летит. Удовольствие от того, что она будет сгибаться по самый комель. Если есть возможность пустить рыбу погулять не в коряге, там, по сектору, это не условие соревнований, когда нельзя, чтобы заходила рыба в соседний сектор. Удилища отрабатывают. Скажем так, это вообще рыбалка в удовольствие. Если есть возможность у меня, например, поехать на рыбалку, где будет маленький компактный водоем без ветра и пусть там будут ловиться небольшие рыбки по 2 килограмма, но это будет красота, красотущая, кувшиночки какие-то, ну, вы представляете сами, да, райское место с пастеральными тематиками различными. Я с удовольствием такую рыбалку всегда посещаю и с удовольствием ловлю, пусть даже рыба не крупная. С такими удочками можно использовать более мелкого размера флоты, это XF, это еще элечки чуть поменьше, и можно использовать в качестве не инлайн флоты, а там еще есть такие с резиновыми амортизаторы в флотике. Использую их крайне редко, только разве что на таких рыбалках. Ну и вообще, как бы, моя практика ловли показала, что если речь идет о средних и дальних дистанциях, то всегда лучше использовать флэт инлайн с жесткими фиксациями, чтобы вообще он не ездил. Резинка в этом ситуации бывает часто сходной. Ну, а если ловить полиска, не крупную, то великолепно с резинкой можно отрабатывать. Настало время подойти непосредственно к самим флотам и к монтажной части. Я уже показывал. Я вяжу свои монтажи обязательно с кусочком литкора. Будь то литкор из вообще вот этот лидерочек или из литкора, или из аной, из люрокарбона или же из просто очень толстого шнура. из литкора получается удобнее всего. Он объяснять, я думаю, не имеет смысла. В чем смысл литкора? Все и так знают. Бережет рыбу, топит часть лески, находящейся возле монтажа, каким-то образом маскирует ее. Значит, вот этот участок имеет смысл делать в районе не больше 60 сантиметров. Почему? Потому что свис при фидерном забросе он несколько меньше, нежели карповый. Кому как нравится, например, я вяжу на карповый метр двадцать, кумой, например, Игорь Галич, тоже метр двадцать. Здесь достаточно 60, потому что свис меньше для заброса. И такой размер является оптимальным. Здесь можно использовать вертлюги, все возможные застежки, но я от них отказался. После того, как один раз трамировал рыбу, вероятно, во время вываживания рыба разворачивалась, и я прям вижу, что от царапины отодрал чешуи. После этого я отказался, просто методом петля в петлю завожу сюда шок-лидер или основную леску. Значит, что происходит дальше? Лидкор крепит, заводится кормушку во флэт фидер. На краю, здесь, на петле, цепляется, ну, например, смотрите, я буду сейчас рассказать в контексте этих кормушек, которыми работаю, поэтому буду называть вещи своими именами, не реклама ради, а просто почему, потому что я к этим кормушкам пришел, например, посредством долгих сессий, многих часов в рыбалке. Они мне кажутся наиболее удобные. Значит, это Престоновская 45-граммов флэт. Почему еще очень важный момент, если потом посмотрите, там, кофе-брейк будет, у него раздвинутые очень хорошо внутренние ребра позволяют использовать более крупного размера поп-апа. Не застреют здесь. Это важно. Почему? Потому что не всегда рыбе нужно 10-12-мм. Хочется беллбайт, ей нужна помощнее насадка. И очень важно, чтобы она не застревала во флэте. Значит, что происходит дальше? Здесь методом петля в петлю заведен так называемый метод свивел с колечком. То есть, это вертюжок с кольцом 10-го номера. Он сюда заходит идеально. Иногда на резких поклевках, когда ловятся крупные рыбы, чтобы не соскакивало, он не болтался вот так вот, не мешал вываживанию. Я еще подклеиваю даже его суперклеем. То есть, завожу сюда на литфоре плотно. Достаточно надо. Почему? Потому что именно зафиксированный монтаж, зафиксированный, не онлайн, не скользящий, дает наилучшую реализацию поклевки с флэтом. Вероятно, это связано с малым весом, всего 45 грамм. Но вот засечки с хорошей реализацией на вываживании происходят именно, когда монтаж не инлайн. Рекомендую попробовать. Возможно, вы получите другой опыт на своих фидерных рыбалках. Возможно, от техники это будет зависеть. У меня, при моей технике это наиболее эффективный монтаж. Вот колечко. В колечко методом петля в петлю вяжется поводок. Поводок не длинный. Почему не длинный? Сам принцип ловли на флэт построен на очень важном моменте. Основное значение имеет прикормка, а не насадка. Это вот такой вот, как сказать, ну, что ли, постулат, не знаю даже. Это как отчинаж, нужно понимать, и знать, и помнить. В чем смысл? Карп подплывает на ароматное пятно прикормки, которое лежит тут сверху. И на нем сверху, как изюминка в торте, лежит ваша насадка. Он подпирает, подплывает и берет ее губами. Естественно, в рот попадает все остальное. Экспериментальным путем было на практике моим другом Жене Буглоком, это мой по украинской сборной по фидеру напарник, в прошлом капитан украинской команды по фидеру Женька. Он очень много и круто ловит флотами, и в том числе однокоммерческих водоемов. И однажды с ним приключилась очень интересная история, он мне ее поведал, и сильно это классная история. Он ловил маленьким флотом, чуть меньше этого размера. На водоеме Улянаки, на котором есть достаточно крупного размера карпы, там такие румыные, 18 килограмм, 16 килограмм, большую рыбу. Что он сделал? Он использовал достаточно крупный попап, который зарядил затохнул сюда, корм, все, и забросил. Буквально через минуту у него поехала палка под сенчиком, там, подержал рыбу минуту, сход, вытягивает, а попап вместе с крючком торчит застрявшей в ребрах кормушки. То есть карп подслыл просто взял целиком это и поплыл дальше. Его не интересовала насадка, его интересовал в целом вот этот вкусный корм. То же самое, что, предположим, в карповой рыбалке вкусная конфеточка стик. Поэтому уделяю вопрос корму, ну важно иметь смысл, и стоит помнить, что поводок должен быть коротким, достаточно коротким. Крайне редко бывает длинный поводок. Почему? Потому что флет работает исключительно все вместе. Это очень компактная, маленькая конфеточка, лежащая на дне, с насадкой. Насадка не может быть далеко от кормового пятна, потому что теряет в этот момент смысл. Карп подплывает, хобот сюда пакнул, попал инброд, чуть дернулся, укололся, ну как обычно происходит. Все. Поэтому расстояние должно быть небольшое. Плюс-минус сантиметр играет значение. Поэтому во время флет-рыбалок имеет смысл обязательно играться с поводочками. Сантиметр больше, сантиметр меньше, как искать. Крайне редко у меня бывали ловли на флет с длинными поводками и они скорее имели характер, ну алгоритм трудно было вывести, но бывало, что приходилось делать поводки там какие-то по 20 сантиметров в вылистых водоемах. Возможно, это было связано с тем, что флет проваливался, а корм сваливался, он шел дальше грязнуть в элу, а корм оставался здесь где-то и постепенно за собой он увлекал поводок. И как-то вот так вот это все лежало. Возможно. Только предположение. Но тем не менее, стандартный поводок 10 сантиметров, 11 сантиметров, 12 сантиметров. Вот они, поводочки. Важный момент. При ловле на флет стоит забыть про такие великолепные коммерческие штуки, как термоусадки, колечки, всякое вот это козебазе, которое продается в харпах магазинах, которого лично у меня куча, и с зимними вечерами сидишь, вяжешь, идеальные поводки. Поводок довольно простой. Крючок 10-8 номер. Изредка 6-й используешь. Но в основном 10-8 номер. Это маленькие крючки. Маленькие насадочки, волос, обычно без узловой монтаж, на достаточно коротком волосе. Никакой термоусадки. Термоусадка утяжеляет. Вот у нас с Игорем была сессия на ракетном, на коммерческом водой. Очень показательно, когда я ловил турнир коммерческий на лычанке. На лычанке. И когда у меня был 10-й курвшен кордовский. Я термоусадочку маленькую делал. Очень красивый. Он был потрясающий. Его клал, он прям разворачивался. Лично меня ловил вообще по-страшному этот поводок. А я ловил без усадки. У него были поклевки, у меня не было. Я брал усадку, рыба начала плевать. Это, правда, была весна такая. Очень рыба была странная, еще такая нестабильная. Но, тем не менее, это важно. Поэтому максимально легкий, максимально простой поводок. Материалы имеют смысл использовать по-разному. Но, как правило, мягкий. Почему? Потому что сильно жесткий материал, в общем-то, при таком коротком поводке бывает, его сам сдвигает. Там какой-то карась его раздернул, потом его уже откинуло далеко сильно. Мягкий материал все-таки предпочтительнее. Хотя, тоже говорю, это не догма. Бывает, что действительно приходит даже флюрик ставить. Приходится. Такой 0.35, колом стоящий. Все по ситуации. В большинстве случаев это материал 12, 10, 12, 15 лб. Вот такой вот вполне подходит. Можно с оплеткой, можно без оплетки. Бывает вот этот классный монтаж, когда имитируешь термоусадку просто не снятой оплеткой, а тушка. Классный, очень эффективный монтаж. Бывает, часто классно работает. Особенно по всяким поколотым рыбам, которым там уже нужно ключик подбирать в запрессованных водоемах. На полу диких водоемах, конечно, все эти увлеченные, интересующие, любопытные карпы, конечно, крут вообще классно на любой, на самый простой. Наиболее распространенной насадкой при ловленном водоеме является, конечно же, попапчик. Обычные попапчики, классические, десяточки, одиннадцатый, двенадцатый номер. Можно брать большие, подрезать их. То есть, например, нарядный, веселенький. Почему? Потому что карп приплыл кушать вашу вкусную прикормку, с которой нужно обязательно угадать. Потому что если вы не угадали с прикормкой, если ваша, моя прикормка не нравится карпу, он ее не воспринимает, то тогда приходится экспериментировать с попапами, которые там с собой, я поначалу возил по девяносто банок на рыбалку, сидишь вот это вот их там перевираешь. Сейчас у меня там осталось пять банок попапов плюс кукурузки. Все, я больше не пользуюсь ничем. Если прикормка рулит, практически неважно, какая насадка. То есть, можно туда и монстр краб, и шелковицу, и пятое-десятое, и пробку пустую, и орешек, и кукурузу из пластмасса, неважно. Сережа, а вопросы когда задавать? Потом или можно задавать? Конечно, потом. Потом, когда ты закончишь? Да, да. Можно поспать немножко еще. Хорошо. Хорошо. Потом просто по этому вопросу по всему. С удовольствием отвечу на вопросы. Как бы лекцию сейчас прочитаю, потом пообщаюсь. Значит, поэтому вот по бабочке наиболее удобные насадки, особенно почему? потому что они поднимают крючок, классно очень фиксируются во рту, в портовом аппарате, и с ними классная просто засечка. Ну, плюс комбинация, взвешенные насадки и все остальное. Если говорить о поп-апах, тут все достаточно просто. Есть маленький элемент насадки, монтажа, который здесь важен. Цепляем, предположим, наш поп-апчик. Я не буду сейчас стопорки ставить, потому что поп-ап и так хорошо садится. Вот я его прицепил. Если я этот флэт заброшу в воду, после того, как сработает корм, это маленький крючок, там, десятый номер, этот поп-ап его поднимет сильно. Бывает, что и на такое хлюет. Чистительно бывает. Но по-хорошему имеет смысл, конечно же, подружать. Я с собой вожу всегда дробинки. Свинец не использую, ну, это мягкий свинец не использую, вожу дробинки. С дробинками нормально, хорошо. Я думаю, что многие из вас копятники, я отлично знаю, как работает принцип подгрузки. Вот. Поэтому подружать, поп-апчик, желательно, а порой и обязательно. Подбираю, естественно, необходимого размера дробинку, разворачиваю той стороной, которой бы мне после зажима, чтобы в жальной стороне крючка было больше свинца. Порой даже намеренно не посередине, не полностью закрепляю груз, а чуть-чуть. Ну, все видели этот ролик, очень круто, Дэнни Фербрас про это рассказывал, действительно, это работает. поэтому чтобы было отгружен правильной стороной, чтобы стоял крючочек. Не так, не вовнутрь, а вот так. Все. Вот буквально сантиметр-два, после этого топтушка, так называемый молд, метод молд, молд-форм. Форма для фрукта. То есть я его закладываю сюда, аккуратненько, стараясь, чтобы ну, все лежало разглаженным, красиво, вот так вот, сделаю, чтобы было там посередочке, вот так вот, на дно, аккуратно, технично, сюда корм, кормушечку сверху, я сейчас даже замешу корм, покажу, как это работает. Забрасываю. Монтаж с поп-апом. Монтаж с поп-апом, очень, как бы, классный, популярный монтаж, как правило, подходят на него флетики до 12-го размера, десяточки, 12-го, 11-го, при желании, там, кто как любит, там, мои многие друзья, его, даже свежий поп-апом, прочитаю, там, раскрыть, взять ножичек, там, и чуть-чуть его по-скупти, по краям, чтобы он был такой, некрасивый, но, раскрыть какую-то ароматику, дополнительную аттрактивность. Также, например, если речь идет о великолепной, еще один монтажек, свежу, классный, со взвешенной, со взвешенной, насадкой, со взвешенной насадкой. В чем смысл? Предположим, у нас есть поп-ап, да, но, есть основная кормовая программа, нам действительно, рыба на нее хорошо реагирует. Например, мы там, кормимся каким-нибудь, сорсом. То есть, я с подовой ракетой, с бомбом, точнее, на точку, например, прикармливаюсь. И у меня там есть сорс, и рыба на него хорошо реагирует. Мне нужно взвесить. Ну, не секрет, в общем-то, многие знают, но, возможно, кто-то нет. Предположим, что это сорс. Это слива, будет сорсом. Все четко, просто, подрезаю ее. Тоже, я, например, там, трачу на это время. То есть, мне нравится делать там аккуратные монтажи. Кто-то делает достаточно грубые монтажи. Вообще, сама ловля на флеты, она такая перфекционная. Все такое маленькое, аккуратненькое. Поэтому, там, аккуратный, маленький макетный ножичек, неспешно. там, делаешь там всякие красоты, подрезаешь. Можно еще немножечко покрасивее подрезать. Большие снеговики делать не рекомендую. Рекомендую подрезать все-таки половинками. То есть, не так, чтобы было кругляшок-кругляшку. Понятно, да? То есть, монтажи по типу вот таких вот, такие снеговики, которые, например, на каповой сессии используются очень часто. Плюс-минус. Лучше делать. Лучше все-таки подрезать напополам, чтобы монтаж был компактный более. Почему? Потому что все это влечет за собой застревание во время утаптывания формы, застревание насадки. Если насадка застряла, может не получиться поклевка. Вот. И вообще, весь смысл того, что очень важный момент. Флет – это ловля на очень компактные насадки. Что действительно весьма эффективно. Осенью, в сложное время. Летом-то, понятно, в летом клюет. На всю, что на кругу хочешь. Особенно в подъемах, в которых там зарыбление большое. А вот как раз, когда рыба деликатная, вот эти вещи имеют большое значение. Бывает, приходится до 8-го номера подрезать. То есть, до 12-го номера крючочек. Там такое все. Прям взлетающее. Поэтому, взвешенная насадка с верху с поп-апом. Определяется экспериментальным путем в емкости, как работает. Но, тоже обалденная тема. Можно работать без этого самого. Без грузика. Грузик не нужен. Наверное, мною, возможно, используется даже чаще, чем обычный поп-ап. Популярная, нормальная тема. Еще, кстати, важный момент. На флет часто приходится работать с коротким волосом. С коротким. Вот смотрите, какой короткий волос. Как и с многими, поп-апами, тоже бывает, что действительно длинный волос на поп-апе и поклевок часто бывает много. Холостых. А вот на коротких таких волосах очень даже хорошо работает. Возможно, это связано действительно с тем, что маленький крючок вот он как-то вот так вот будет чуть-чуть приподнят здесь стоять. Или он будет лежать на боку, стоять только вот так вот среди прикормки, лежащего в флотре. То есть рыба великолепно на это сечется. Звешенные монтажи классно работают. Его подгружать не надо. Бывает, что рыба, например, там, хочется, например, матрю покрупнее. Вешается рыба 2 килограмма, 2 килограмма, 2 килограмма, 2 килограмма. В таких случаях имеет смысл, например, сделать эту штуку, а подвесить грузик вот-вот-вот вообще, чтобы он его, когда затянет, чтобы развернулся крючок по-другому, большой пасте лучше. Возможно. Но это уже такие индивидуальные моменты, которые только по ходу сессии их диктует исключительно там эмпирический путь познания водоем. Крайне уловистая штука есть. Не знаю, как это работает, но делюсь с вами с удовольствием этим опытом, потому что для меня это было откровение. Я до сих пор не понимаю, почему так происходит. Ну, конечно же, мы возьмем знаменитый, всеми любимый Белец, например. Белецом, это же просто вообще. Дрелеванный пелец, Коппинс, его многие компании производят, точнее не производят, фасуют. Рабочая тема. Холливуд, Холливуд Криль. Ловит рыбу во всех водоемах, по-моему. 18-й, 14-й, там 11-й, я не знаю, какие размеры. Трелевым мы берем маленький пелец. Сам по себе он хорошо работает. Его можно в качестве тонущей насадки насадить на флэш. Тема классная. Но, более уверенные поклевки большим количеством я получал с использованием вот такой банальной штуки. Всем флэтфидеристам рекомендую ее купить. авидовская пластмассовая кукуруза. Чудовищная, уродливая, без запаха, с непонятной плавучестью. То есть, вообще непонятная вещь. Но с ней почему-то ловит это круто. Я не знаю, почему, неоднократно мы с ребятами экспериментировали, с авидовской, с этой кукурузкой просто получается поклевок в два раза больше. Не знаю. То есть, по большому счету, ну что это такое? Ну это какая-то ерунда вообще. Кусок пластмасски. Да, у нее есть эффект прикольный. Она является как удлинитель такой. То есть, она же является и застежкой, и, господи, фиксирует. Стопором, да, стопором по всем. Вот. То есть, точно так же смонтирую. Очень удобная тема. Маленькая, компактная насадка. Она этот пилец чуть-чуть приподнимает, наса по себе плавает. Вот. Из топорок и в достаточно большом продрелеванном вот этом вот отверстие пилеца она его немножко разбирает и получается такой классный монтаж. Вот. Но нужно учитывать, что он достаточно удлиняет сильно, поэтому волос естественно из-за этой крючки подходящий под ним. Это из основных насадок. И еще один, наверное, последняя основная насадка, которая вот используется на флоте. Это знаменитые кукурузки искусственные, там, энтерпрайзовские. Пожалуй, самые там лучшие из, ну, не знаю, мне кажется, у каждого в комплекте их должно быть там готов в банах. Работают разные они по-всякому. У кого-то есть любимые, у меня из вот этих вот есть те, на которые я не поймал пока еще ни одной рыбы, а есть те, которые мне постоянно приходится досыпать новые кукурузки в коробку. То есть, грубо говоря, вот, например, слива. У меня половина кукурузок уже просто, я докупал нейтральные, не ароматизированные и досыпал. Почему? Потому что такая рыба, как Амур, например, имеет свойство эти кукурузки во время уваживания не знаю, что он с ними делает, но они постоянно теряются. Поэтому я закупаю вот такие вот кукурузки, пластиковые. Тоже, тоже интерпрайсовские. Больше, меньше, не размером бывают. И докладываю в этот же гип, который там остается. Они вот у меня вот там в нем томятся. Кукурузка очень яркая тема. Причем, я вам скажу, что если кормиться при помощи спомбом кукурузы ферментированной и ловить на кукурузку, всего-навсего. Одну маленькую кукурузочку цепляется на крючочек, бывают потрясающе эффективные рыбалки и рыба вообще разрывает. Грубо говоря, туда сыпешь просто кукурузу. Очень классный, бюджетный, эффективный летний способ, когда у рыбы классный метаболизм, она ее переваривает. И в качестве насадки одна кукурузочка выделена. Там клюква, слива, ананасик или наоборот что-нибудь более вонюченькое, если, например, это елистое дно. Монстр Краб, какой-нибудь Сквид 2Т. Рекомендую иметь в арсенале несколько штучек, использовать их в чистом виде, а также использовать в качестве подсадки, которая бы дополняла насадку и меняла ее физические свойства, потому что они кукурузки плавают, они немножечко могут там приподнять, перекатить бой или к правильному направлению. Это что касательно насадок. Насадки важный момент очень, особенно, если не работает прикормка. Если не работает прикормка, понимаешь, что вот тут не ловится. Кто-то рядом у кого-то едет, 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 едет. Ты смотришь, ну прям аж видно, там у него там груша кислица симуровская, яркий, оранжевый, выразительный поп-ап, который видно там со 100 метров. Цепляешь его же и понимаешь, что вот у тебя что-то вот не клюет. Хотя делаешь то же самое. тогда приходится доставать емкость с насадками, там коробку вот с этими всеми и вот так. Так, что там? Ага, ага, поехали, сквидок топ. 20 минут нет поклёвки. Следующий. Мёд, сливы, тути-фрути, монстры, ну короче, название можно перечитать. и вот так вот, пока не начинаешь подбирать какую-то насадку. Да, такое бывает, что вот рыба великолепно реагирует на насадку. Бывает. Но, когда правильная прикормка, всё, что не прицепишь, она всё едет. Разговор о правильной прикормке начался. Я тут прихватил с собой ведёрко, даже сейчас немножечко замешу, потрогать, там, вот, как это должно быть. Методные прикормки отличаются от обычных классических мачоевых прикормок тем, что имеют ровную фракцию. Ровную фракцию. Это важно. Почему? Количество корма, которое во флет-кормушке помещается, оно, его не так много. И зачастую слой настолько маленький, что после удара в воду фрагменты отпадают. Этого не надо допускать, нужно, чтобы кормушка в заряженном виде упала на дно. И корм начал постепенно работать. То есть, распадаться и образовать ровную кучку вот этого аппетитного корма. Груду такую. Поэтому неравномерный корм, неравномерные частички корма будут, естественно, что-то будет отпадать и хуже будет доноситься вся масса корма до дна. Плюс, ко всему прочему, нельзя методный корм делать очень липким. Это знаменитая соска. Кто же не ловил на соску? Я начинал ловить на соску. У меня было семь ленинградских титановых прутов. Я выезжал и ловил на пшено вещей и четверо суток мешками их тогда торбил. В старые времена, еще в староверские. Принцип соски здесь неуместен. Корм должен рассыпаться, корм должен работать. То есть, если флет заброшен и он проезжал там 10 минут, его достаешь, а в нем остался корм, это значит, что корм сильно липкий. Поэтому, как правило, методные корма все мелкофракционные и имеют ровно мелкую фракцию. Большинство из них на рыбной основе. Есть сладкие на рыбной основе корма, сладкие фишлим, например. Есть классические рыбные, мясные и все остальное. То есть, технологию производства методных прикормок я досконально не знаю. Я предназначительно знаю состав, но так как я не занимаюсь производством прикормок, глубоко я не буду углубляться. Но могу сказать, что в них используется знаменитый ЛТ-94, крылевая мука используется. Используются всевозможные те же самые ингредиенты, которые используются для катки бойлов, обезжиренная соевая мука, манная крупа, кукурузная мука, возможно, всякие разные протеины молочные, какие-то яичные порошки и т.д. Плюс в каком-то количестве экструдированная панировочка мелкая, бисквитная составляющая. Как раз это те вещи, которые дают ему при замесе специфическую резинность и возможность набухать. Почему? Потому что, например, когда я готовил бойлы на прикормке, у меня есть такое свойство, катаю бойлы на рыбалку на прикормке. Они очень интересно потом в процессе выкатывания себя ведет это тесто. Он такой резиновый немножко дуется. В общем-то интересно получается, единственное, что может быть немножко излишне легкий было получать. Ладно, это про бойлы. Итак, метод микс. Прикормка достаточно мелкая. например, если говорить в контексте на этой смеси, я сейчас немножечко ее высохну. По сути, она, ну, как мука. Может быть, чуть-чуть крупнее фракция. Достаточно быстро увлажняется. Но ее достаточно трудно переувлажнить и загнать в состояние липкой каши. Почему? Потому что данная прикормка содержит малое количество там пшеничной муки, там, разной, там, рисовой муки и клейковины и всего такого, что делает, например, обычный мачевый прикормки при увлажнении. Вот когда вот мачевую прикормку увлажняешь, это бывает очень часто на руках, вот если через сито особенно ее трешь, скапливается, вот она налипает, как пластилин такая. От методной прикормки этого практически не происходит. Здесь немножко другая структура. Значит, есть основные типы методов прикормки. Рыбные. Да, вот обычная рыбная. Вот она. Это метод миксы классические. По месту вот метод микс надпись. Метод микс надпись. То есть, это классические метод миксы. Их можно компоновать, ловить, как на один метод микс. Формировать какие-то миксы из них же. Там, например, я там возьму вот эту, это там на мясной основе. Это там, например, на какой-то там рыбной основе. Есть там кривь, есть печень, есть холибуд. Ну, в общем, очень много различных методных основ. Для того, чтобы сделать прикормку более активной, можно использовать прикормки, там, содержанием, например, там, плавающих частиц или активных частиц, таких как конопля, например, да, или там какой-нибудь там, ну, там, другие ингредиенты, например, молотые там частички чего-то там, не знаю, кожульная, или там чего-нибудь, там, арахиса, то есть, гамаруса, например. Поэтому, можно иногда добавлять прикормки. Это сладкая прикормка, точнее, как это нерыбная прикормка. Но, тем не менее, в каком-то количестве можно добавлять ее тоже. Существуют готовые смеси. Например, вот, моя тоже такая любимая тема, вот, прямо видно, она такая уже увлажненная. Вот, это крилевая прикормка. По большому счету, данный производитель вообще специализируется на крутом, очень качественном криле, поэтому, я ее использую как добавку, для того, чтобы создать свои прикормки, добавить свои прикормки, добавить свои прикормки, это крилевый оттенок. Если у меня, например, есть крилевая программа, или я понимаю, что в водоеме, действительно, рыба на это хорошо реагирует. То, что она уже готова, увлажнена, ну, на самом деле, нужно дорабатывать корм. То есть, я не доверяю, ну, производитель, когда пишут, что прикормка готова, все равно, она может не соответствовать консистенции тому, что необходимо в данный момент для водоема. Использование переца. Момент, кстати, очень интересный. Есть, например, вот такой пельчишка, он очень мелкий, это пельчишка для стиков. Ну, то есть, он буквально там, миллиметровый. В небольших количествах такую разнородную фракцию прикормку добавлять можно, но совсем небольших, чтобы их там буквально несколько губушек попалось в кормушку. Потому что, если с ним переборщить, кормушка будет рассыпаться при силовых забросах, плохо лепиться. Но, тем не менее, у этого пельчишки есть свой смысл. Почему? Потому что, у таких пельчишек, это микс из разных пельцев. Здесь и холибуд, и холибуд криль, и форелевый пелец, и питаин грин, и классический карп пелец, который форсизон, сухой, обезжиренный. Каждый из этих пелецов вступает в работу в разное время. Одни начинают работать сразу, другие через 40 минут, растворяются с разности. И поэтому, после того, как вытягивается кормушка, остаются на точке какие-то частицы, которые поддерживают аттрактивность точки, и насыщают, и поддерживают ее питательность и привлекательность для рыбы. Она там что-то собирает, ищет. Такой пелец использовать можно, но в небольших количествах. Очень часто. Также можно брать любой пелец, достаточно сухой, декоративный. Он достаточно крупный. Можно готовить прикормку из него. То есть, на рыбалке я насыпаю его в емкость. 500 грамм, например. Разовожу свой чайничек с горелочкой и заливаю его кипятком. Этот пелец содержит сам по себе достаточно количество клеящих компонентов. Грубо говоря, он должен у меня раскиснуть в кипятке. И потом я вот этим раскисшим пелецом забиваю кормушку. Очень хорошо, иногда хорошо и интересно получается. Потому что есть такое очень классное наблюдение. Например, есть пелец For Seasons. Вы знаете, такой вот обычный серенький пелец, например, Динамит Бейс, он есть там. Такой пелец называется. Есть водоемы коммерческие, в которых рыба привыкла, что ее ловят на цветные шарики и весьма осторожно относятся к боеву. Но отлично знают, что ее в несметных количествах этим недорогим пелецом со спомбом кормят, она его жрет, и она знает, что вот на этот пелец она не накалывается никогда. То есть, это для нее безопасный корм. И когда просто формируешь из этого же пелеца кормушку, бывают потрясающие результаты. Скажу больше, иногда мне даже приходилось, там он был XXL назывался, это модель пелеца. У нее приходилось засверливать 10-миллиметровую пелец и на очень сложных подъемах получать поклевки, там пустовиты, например, в условиях соревнований, прессингах, все начали, приехал тренироваться, ловится рыба, все начали кормиться, плюхать с помбами рыба, все, выключилось, не плюет. И делаешь забросик, все, вот этот маленький пельчишка один на него клюет. И вот поэтому, если есть желание экспериментировать, то с раскисшим в кипятке обычным пелецом нежирным, получается нежирным, не холебутом, не холебут, или вот этот Four Seasons, получается очень хорошая методная смесь. Рекомендую тоже пробовать. Например, я сейчас там сделаю немножко корма, предположим, чуть кармы и там что-то, еще сипал динамином. Чисто, чтобы показать, как это работает. Забегая вперед, еще скажу, что методная рыбалка, Flat Feeder, она весьма экономична с точки зрения корма. То есть, например, намачиваю рыбалку, я беру с собой не меньше 4 килограмм. Замесил их в ведре, забросил, и начинаю ловиться, ловить начинаю, кормить большими кормушками, маленькими, все. На методной рыбалке бывает достаточно 500 грамм, на прикормке. Маклевки могут быть редкими, Flat Feeder компактный, то есть, и позволяет, самое главное, по чуть-чуть экспериментируй. Например, я приехал, я не знаю, подаем для меня новое. Я знаю, что он коммерческий, я знаю, что рыба в нем ловится, она есть, но я не знаю, что она любит. Любит ли она Холибуд? Может, она любит Криво? Может, она любит какое-то вот, вот что-то вот свое такое. Может быть, она хочет на прикормку с Гомарусом, ну, какой-то один вид метод Микса. Может, она хочет СОПС, или черную прикормку, или на окно веро кушке. Прикормок много. Как делать? Чуть-чуть замесил, 2-3 заброса, нет, отставил в емкости, досыпал там, Робин Рейда, например, замесил, 2-3 заброса, отставил, оп, нашел, поехала, поехала, все, прикормку подобрал. То есть, для метода абсолютно не обязательно, там, с утра, как на матчевую фидерную рыбалку, замешивать прям вот такие, там, ведра, коробки, нет, аккуратненько, все компактно, сумочка, несколько пачек, компоненты, ингредиенты, залил, добавил. Например, вот, как мне экспериментировать? У меня там есть, например, три компонента. Все интересные, да? Крив, может быть, работает. Робин Ред, может быть, работает. Джелаем, а может быть, вместе. А как еще добавлять? И постепенно экспериментирую, чтобы не перепортить всю прикормку и не отравить себе точку, потому что тоже очень важный момент. Представляете, раз, два, три, четыре, пять, со спода туда навалил на точку, на перспективную, там, тверденько нашел, например, все, усел ее кормом, поплевок нет. такой очень хороший способ пловлить, экспериментальной рыбалки. Момент еще такой, достаточно интересный. Существует в таких же очень похожих упаковках продается стикмикс. Стикмикс для методной рыбалки подходит не очень хорошо, потому что по своей текстуре он более рассыпчатый, он не так хорошо клеится. Поэтому очень часто бывает, что методная кормушка не формируется. Как поступать в таких случаях? Можно ловить на стикмиксах. Если, например, знаешь, что на карповых сессиях на этом водоеме данный стикмикс работал, тогда просто можно добавлять, точно так же использовать муку для производства боев. Точно так же можно стикмикс с мукой, стикмикс с какими-то любыми другими мелкими, липкими компонентами, просто ему нужно придать механику другую, чтобы он был более липкий. Поэтому можно. И если в стикмиксе, например, присутствует крупная фракция, то имеет смысл их отсеивать ситом, чтобы ее там не было. Значит, замешивать еще один плюс очень такой важной методной смеси и общей методной тонки можно ловить на достаточно интересные прикормки в холодное время года, когда, например, мне не позволяют температуру воды использовать там всякие разные достаточно жирные или там на глицериновой основе ликвиды, которые мне приходится использовать для увлажнения, например, стикмикс, это уже сало. Я знаю, что у меня работает определенная там схема летом, там любит она того же самого криля. У меня там клевый стикмикс какой-то. Я с ним работаю летом, я лью в него криль, такой же кустой, жирный, питательный компонент. Приезжаю, вода 4 градуса. Если я сейчас это налью, у меня это просто таким вот вареником белым там на дне этот жир свернется и до рыбы эта аттрактивность никогда не дойдет в условиях этой короткой сессии, там 5-часовой, например, за 5 часов приехал плейтрейн. Что делать? Этот микс позволяет увлажнять себя просто на воде. То есть можно делать с минимальным пищевым сигналом, питательным, в сложных условиях припорте. Это очень хорошо. Но если условия хорошие, то есть мы говорим о классической рыбалке, хорошая температура воды, больше там, например, 14 градусов, классная температура, вода, рыба активная, все ловится. Можно смело при замешивании прикормки всевозможные там бустера по типу, можно прямо масло, обычное там лососевое масло, вот такие вот очень жирно, жиросодержащие вещи на них замешиваются. Естественно, в пределах разумного, чтобы не получить прикормку, которая потеряет свои лепящиеся свойства. Также сухие добавки тоже имеет смысл добавлять. Тот же самый там порошок печени, тот же самый фехером аттрактанты какие-то, тот же самый парашюр-пилля, тоже все может так интересно работать. Например, я там сейчас общаться. Она немножечко пропитается, потом брошу флет, покажу, как работается. Вот. Это по прикормкам. Методные прикормки достаточно аттрактивные. Иногда получается приманить рыбу, сделав десяток другой забросов в точку. Не заваливая ее кормом там литрами спода. Нет. Корм мелкий, дает сильный запах, достаточно сильный вкус. Это по большому счету рыбное питание. Это реально классная калорийная смесь, которая рыбе интересна и она вкусна. Но она мелкая, естественно, она там в пространстве разгоняется, где-то становится в злу и бывает, что раз забросил, два забросил, три забросил. На пятый раз, то есть прошло пять раз забросил, ну сколько, час прошло, полтора часа. Рыба начинает ловиться. Казалось бы, корма нету в секторе. Но я не кидал туда ни кукурузу, например, я не работал с подом. Вот, например, с Игорем последняя наша рыбалка на всадках. Ну, туго, заброс, заброс, заброс в точку. А потом все, рыба разловилась и вообще не с прикормочного петла великолепно ловилась, потому что какие-то частички остаются, вода ионизируется вкусом и ароматом. И в таких случаях этого закорма бывает вполне достаточно. Бывает, что необходимо делать стартовый закорм по классическим карповым канонам. А что же нет? Взял спом, единственное, что фракция нужно тоже там понимать, что сессия короткая, методная рыбалка, флэт метод, ну, сколько, день, может быть, день, ночь, день, достаточно вполне. Но, как правило, если водоем зарыбленный, можно за день навалить очень много рыбы. Действительно много, больше 100 килограмм, элементарно. лимитарно. если нет возможности кормиться классическим сподом, то можно вполне действительно только на перезабросах нормально себе насытить точку и собрать на ней рыбу. Это вообще элементарно делается. Классный запах, мне очень нравится. Многие ребята, мои знакомые, говорят, фу, рыбная прикормка, бла, бахнет так, а я прям не знаю, мне прям вообще очень нравится. Ты карпом был в прошлой жизни. Честно скажу, вот есть такое ощущение. Созану. Созану-то? Я еще недостаточно это сам. На карпа еще не наелся. Так, постепенно увлажняю. Конечно же, при увлажнении методного корма здесь возможность пользоваться ситечкой мелким, 3-4 мм. Очень рекомендую, потому что равномерно увлажненная прикормка, пушистая, действительно отлично забивается в кормушку равномерно. Почему еще важно использовать вот эту там тушку в форму ног? Можно формировать флет-кормушку и руками. То есть я могу вполне взять по старинке, как раньше делалось. Флет, вот так вот сюда, начать ее лепить. Кормушка получится разбалансированной, особенно в малых весах, например, 30 грамм. Корм неровный, аэродинамика другая, такая кормушка полетит недалеко. Если же я возьму сейчас... если же я возьму давайте сделаю наглядный монтаж гуля с попалочками, он будет просто заметнее. Сейчас, какой тут поярче. Ванжир, например. если я возьму... сейчас подрежу. Такой сделаю, типа некрасивый. А то будет неприручной формы. и забью кормушку при помощи молда. У меня получается очень ровная кормушка с одинаковым распределением корма. Можно при желании, я все никак не займусь этим, но при желании можно все-таки засечь будет дистанцию, на которую это может полететь. Потому что мне лично кажется, что можно кидать очень далеко. я не замерял ни разу, но судя по количеству оборотов, которые приходится уматывать, скажем, с катушки, улетает капец. Скажем так, почти под тот камыш, кто ловил на пустовитах. Если ребята будут потом смотреть, узнают, там далеко, это почти 40 метров можно завалить. Очень далекие дистанции. Поэтому надо засечь, чтобы этот вопрос закрыть раз и навсегда. Так, кладу аккуратненько, чтобы все там нормально, было красиво. Кладу корм, ну так-то, чуть-чуть, загорочка. Стараюсь не сдвинуть, флэт, прижал, лишнее, систем. Здесь есть с обратной стороны молда, такая великолепная синяя кнопка. может, бахнем, товарищ майор? Обязательно бахнем, весь мир в труху, но не сейчас, а потом. Нажимаем, вытрусим. Аккуратный, с ровным распределением корма, получается вот такой монтаж. Обалденная аэродинамика, летит очень далеко. Нужно понимать, что после приводнения, в зависимости от того, ну какой корм, бывает, более рассыпчатый, менее рассыпчатый, но среднестатистический флэт корм, как для флэта, у вас есть несколько секунд на то, чтобы поправить его. Такое возможно. Но, только при условии, что это мягкое, листое дно, и его можно вытащить чуть-чуть из зыла. Почему? Если после заброса вы пытаетесь работать с твердым дном, с неровным дном, можно в процессе заброса там случайно его перевернуть. Такое возможно. Это допускать нельзя. Почему? Потому что флэт работает только вот в этом положении. Он, как правило, так и ложится на дно. Практически всегда. За исключением там сверх каких-то сложных ситуаций, когда там где-то он вот так вот там в лу, боком может стрянуть. Но, это исключение. Вот наш флэт. Я его сейчас сюда брошу. Он тихонечко будет себе потом срабатывает. Потом еще можно будет подкидать чуть позже. Там достаточно выразительно начинает опадать с него попапчик встал на нем. Может быть дробинки это и одно было. Мало дробинки, возможно этот попапчик ее поднимет. Я не огружал еще, но тем не менее. Вот получается я не знаю как там видно или не видно в зал. Еще потом повторю. И аккуратно красиво опадает, осыпается вот этот корм спопапа. Рядышком вот он стоит. Закинуло. Происходит вот эта вот физика движения. Какие-то частички всплывают с корма, какие-то опускаются. и потом подплывает карп махнул нос или вот это сделал вот этими грудными плавниками что-нибудь там все это зашаталось. Разогнал. И вот например дно. Здесь красивое дно галечка лежит мелкая. Частички проваливаются сквозь нее и все частички рыбы не получаются собрать. Хотя это дело, что большой карп может и гад капитан. Он там хоботом может разрывать своим ковшом. Так что вообще. Но тем не менее флайт работает таким вот образом. Поэтому подытожив разговор о корме хочу еще раз сказать важную вещь. Крайне важно чтобы корм нравился рыбе. Будет хороший корм будут поклестки практически на любой поп-ап. Не угадались с кормом экспериментируйте с поп-апами. Бывает и такое. Корм не должен быть сильно липким. Он должен работать. Он должен быть активным. Кучка должна разложиться. Кормушка должна обязательно высыпаться. Между перезапросами в районе 20 минут паузу можно делать. Бывает дольше. Бывает дольше. Конечно. Как сказал мне один мой хороший друг и наверное наставник Юра Панин. Очень опытный старый кормятник. Сережа в тебе живет великий карп-пятник. Только перезабрасывайся пореже. Я просто по фидерной привычке поначалу вообще 10 минут перезабрасывался. Но 20 вполне нормально. Можно до 40 дать. Дальше не стоит. лучше поменять перезабросы насыщать кормом. Потому что в любом случае каждый перезаброс переносит на точку дополнительные кормовые частички. Я думаю мы сейчас сделаем небольшую паузу буквально 10 минут и продолжим. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ